Пожалуй лучший портативный проектор для домашнего кинотеатра XG Mi Halo Plus. Друзья, в этом видео расскажу вам как легко, быстро и без проблем на базе этого проектора собрать настоящий домашний кинотеатр. Посмотрим фильмы, поиграем в видеоигры, я расскажу вам о своих впечатлениях и мы вместе составим итоговое мнение об этом малыше. Всем привет, с вами Макс и мы начинаем. Итак, самый классный момент этого проектора то, что за его цену мы получаем настоящий домашний кинотеатр с диагонали в 100 дюймов. Проектор компактный, весит он всего 1,6 кг, вы легко можете взять его с собой в любую сумку, рюкзак и куда угодно. Батарея у аппарата емкостью 5400 мАч, этой емкости вполне хватит на пару часов, чтобы вы посмотрели фильм. Когда вы подключаете внешний блок питания, то яркость проектора повышается дополнительно. Основные фишки этого проектора рассчитаны на человека, который в принципе не знаком с проекторами. То есть его можно включить одной кнопочкой и он вам все настроит, все покажет, все сделает в лучшем виде. То есть это автофокус, автокоррекция трапеции, автоподстройка фокуса. Также все эти параметры можно отключить и настроить вручную, если вы ставите проектор на стационарное место просмотра. Также у этого проектора есть поддержка 3D. 3D выполнено по технологии DLP-Link, то есть соответственно вам нужны очки именно 3D DLP-Link. Я в свое время снимал небольшой обзорчик, а вот здесь вот в уголке сейчас вы увидите, какие модели отлично подходят для этого аппарата. Ну или вы можете взять фирменные X-Jimmy 3D очки. Также у этого проектора хороший встроенный звук, идет он где-то на уровне хорошего качественного телевизора. Там 2 динамика по 5 Вт и есть режим Dolby с усилением басов. То есть там даже есть низкие частоты и в принципе даже для комнаты там 18 квадратных метров его хватает для комфортного просмотра сериала, там какого-нибудь мультфильма или каких-нибудь Ютуба, передач и прочего. В этом проекторе установлен ДМД чип 0.33 дюйма и он выводит Full HD картинку за 2 прохода за так. Оптика выполнена хорошо, картинка достаточно резкая и четкая. Как уже говорил, проектор достаточно компактный, его легко поместить в небольшую сумку или рюкзак и отвезти на дачу к друзьям или куда угодно, даже взять с собой путешествие или на природу. На передней панели у нас расположена линза объектива и камера автофокуса. На задней панели у нас идет вход для подключения питания, потом идет выход на наушники, HDMI, USB 3.0 и кнопка включения-выключения проектором. На нижней панели проектора есть стандартная резьба для крепления проектора на штатив, либо его можно смонтировать на специальный кронштейн под потолок на стационарное место просмотра. Сейчас можно увидеть все технические характеристики проектора, можно нажать на паузу и рассмотреть их подробнее. У этого проектора есть Miracast. Трансляция идет через Google Magic Cast, то есть вы подключаете телефон и спокойно транслируете то, что вам нужно изображение. Картинка идет в 30 кадрах в секунду, 60 он не выводит таким образом. Можете подключать через Android, можете подключать через iPhone, все будет работать, потому что здесь этого сертифицировано Android. Еще один плюс этого проектора то, что здесь стоит система ATV, которая стоит обычно во всех наших смарт-телевизорах современных. Здесь у нас привычный плиточный интерфейс, есть все сертификаты и голосовой поиск на русском. То есть нажали кнопочку, сказали то, что нужно пульту и проектор вам все тут же находит, выводит. Вам остается только начать просмотр. Здесь установлен 9-й Android, 2 гига оперативы, 16 встроенной памяти. Есть все нужные сертификаты, работает Netflix, Amazon Prime и наши, всякий Кинопоис, Яндекс и все остальное. Если вы заходите со своим аккаунтом Google, то он переносит все пароли и все подключения с предыдущего устройства. То есть вам не нужно будет опять настраивать все эти программы для стриминга. Это в принципе очень удобно, если у вас уже был какой-то смарт-телевизор, просто заходите, переносите аккаунт Google и все готово. Нажимаете, пользуетесь. Классная фишка. HDMI у нас поддерживает 4К и HDR. Ну, разумеется, он снижает до Full HD и тогда уже выводит картинку. Также метаданные HDR переводятся в доступные яркостные характеристики проектора и выводятся уже нам на экран. Железо Android достаточно мощное для того, чтобы смотреть 4К рипы прямо с флешки или внешнего жесткого диска. Этот проектор нам все это дело покажет без проблем. Также классная фишка этого проектора, что звук системы охлаждения очень тихий. Мы можем его поставить в спальню, смотреть где-то вечером и работы у вентиляторов совершенно не слышно. Так что имейте это в виду, кому нужен абсолютно бесшумный проектор. Раньше у нас была модель XG Михейло, а сейчас появилась модель XG Михейло+. В принципе, основная разница заключается только в том, что XG Михейло было заявлено 800 ANC, здесь заявлено 900 ANC. И на передней панели камера автофокуса находится в самом низу. Вот такое дизайнерское решение. В остальном эти модели идентичны. Следующая классная фишка этого проектора, это низкая задержка в режиме для видеоигр. Там всего лишь порядка 25 миллисекунд. Так что геймер этот проектор тоже подойдет. Итак, какие сценарии использования этого проектора? Его можно использовать дома, поставив на полку, либо подвесив на кронштейн потолку. Кстати, у XG Михейло есть фирменный кронштейн для таких дел. Он такого же классного серебристо-серого цвета и идеально впишется в ваш интерьер. У меня как раз на таком смонтирован другой проектор. Следующий сценарий это дома использовать автономно. То есть можно переносить с места на место. Если там включены все автопараметры подстройки, то достаточно его куда не поставить. Он у вас скорректирует трапецию, настроит автофокус и выведет ровную, правильную геометрическую картинку. Вам не нужно беспокоиться ни о чем. Также вы можете возить этот проектор на дачу или в гости. То есть, допустим, 100 дюймов вы же телевизор на дачу не потащите. Здесь же проектор легко взяли, привезли, поставили киношки, посмотрели на выходных и уехали, увезли его опять себе домой. Или взяли к друзьям, например, да. Порубили с Mortal Kombat, там в хоккей, футбол на большой диагонали и отвезли его домой к себе опять. Также можно взять его даже с собой на куда-то на природу и прямо на стену палатки. Пару часов вам этот проектор обеспечит просмотр контента. Теперь мы перейдем к тестам YouTube и плавного видео в 60 фпс. Детализация на высоте, картинка идеально плавная, ровная и четкая. Проектор справляется с воспроизведением 4К видео на 60 кадрах в секунду. Проектор XG Mi Halo Plus воспроизводит тестовые ролики цветов в 60 фпс на отлично, передавая всю гамму оттенков и цветов и сохраняя высокую детализацию по всему полю кадра. Здесь отлично выглядят любые сюжеты, будь то яркий солнечный день на пляже или ночной таймлапс экзотического азиатского города. Оттенки кожи проектор тоже передает верно. В любых условиях цветопередача остается на высоте. Если сравнить мой опыт просмотра Чанхонг C300 и XG Mi Halo Plus, то у XG Mi чуть лучше оптика и картинка, и получается, что картинка немного более резкая. Но сама цветопередача и оттенки кожи C300 показывает точнее. У XG Mi традиционно небольшой клон в красной оттенке скинтона. Но большинство зрителей эти моменты даже не заметит. Система интерполяции кадров работает у XG Mi Halo Plus на отлично, никаких проблем. Любой сюжет на YouTube или в любом другом сценарии становится плавным при активации этого режима. Здесь проектору нет никаких нареканий. Для YouTube, просмотра ТВ или видеоигр можно повысить параметр контурной резкости по вкусу. Это позволяет повысить детализацию изображения. Для фильмов излишняя контурная резкость приводит к дополнительным артефактам на коже актеров и вредит картинке. Поэтому рекомендую установить параметр четкости или контурной резкости несколько ниже стандартных значений, когда вы смотрите кино. У проектора есть небольшая рамка порядка 4 сантиметров по периметру экрана. Это особенность работы у DMD чипа и она присутствует во всех LED-DLP проекторах. Если вам это не очень нравится, то рекомендую сделать черно-обрамляющие полосы по периметру экрана, которые скроют эту рамку и визуально поднимут видимый контраст изображения. Переходим к тестам фильмов. Видео воспроизводит консоль Xbox One, а разрешение Full HD передается по HDMI. Сейчас мы можем видеть трейлер фильма «Катастрофы мира», где на большом экране отлично показаны все нюансы изображения. Работает режим интерполяции кадров. Ночные сцены проектор передает просто отлично. Видны все детали в тенях. На фоне красиво показаны огни ночного города. Практор хорошо передает красивые виды космоса. Интерьеры станции блестят холодным металлом. Очень выигрышно выглядят сцены с огнем в кадре. На 100 дюймах чувствуется масштаб, и зритель полностью погружается в просмотр картин. Сцены катастрофы в городе завораживают, и при наличии хорошей системы объемного звучания, создают неповторимое впечатление от просмотра. Картину сняли на высоком уровне. И если вы еще не смотрели этот фильм, то прямо рекомендую. На большом экране такие фильмы заходят просто на ура. А сейчас снова космос, и мы смотрим сцены из нескольких фильмов во вселенной Звездных войн. Военная драма из Гоя-1 и шестой эпизод Возвращения джедая. Система интерполяции кадров показывает такие космические битвы очень плавно. А большая диагональ добавляет масштаба событиям на экране. Сцена столкновения двух звездных разрушителей на фоне голубой планеты выглядит очень детально и эффектно. Видны все разрушения конструкций двух огромных кораблей и локальные вспышки взрывов. Очень эффектная сцена, да и сами эти фильмы на большом экране пересматривать одно удовольствие. Теперь посмотрим сцену запуска ракеты и вывода космического корабля на орбиту Земли в фильме Вызов. Все сцены сняты очень детально и выглядят достаточно достоверно. Проходит запуск двигателей ракеты. Огромные струи яркого огня вырываются из дюз ракеты. Режиссер показывает эмоции актеров на крупных планах, создавая напряжение в кадре. Эмоции сменяются красивыми панорамными кадрами старта ракеты. Большая диагональ экрана отлично передает масштаб происходящего события. Проектор из Джимми Хейла Плюс хорошо справляется с детальными светахи в тенях во всех этих сценах. На контрасте хорошо показано рыжая пустыня Земли и голубое небо, куда устремляется космический корабль. Наглядно и детально показана отстыковка первых двух ступеней ракеты и вывод космического корабля на орбиту. Мы с сыном смотрели эту сцену и я рассказывал и объяснял все происходящие процессы. Так что этот фильм запросто может использоваться как наглядное пособие. Если хотите рассказать о процессе отправки космонавтов с Земли на орбитальную станцию. Картинку проектор выдает отличную. Фильм демонстрируется в соотношении сторон 16-9. То есть картинка выводится во весь экран без черных полос. И такие фильмы выглядят еще более зрелищными, когда кадры занимают все поле зрительского внимания. Теперь переходим к играм на Xbox One S. Начнем с заезда по Мексике в Forza Horizon 5. Картинка просто на высоте. Проектор XG Mi Halo Plus справляется здесь на твердую пятерку. Все детали, все нюансы, все передается быстро и без ощутимой задержки. Холодная гамма и покрытые снегом горные вершины. Восход солнца и прыжки сквозь облака. Все это выглядит очень здорово. Асфальтовый серпантин скоростного шоссе и оранжевый гиперкар мчится навстречу песчаной буре. На большом экране и с хорошим звуком смотрится и играется просто отпадно. Высокая детальность прорисовки. Очень хорошо виден весь пейзаж до самых далеких деревьев. А горы на горизонте закутались в белую туманную дымку. Гоночные игры на проект режиме Halo Plus выглядят просто отлично. А вот и футбол на 60 кадрах в секунду. Картинка идеально плавная с высокой детализацией. Мы видим детально воссозданный стадион, трибуны и зрителей. Весь антураж реальной трансляции воссоздан в этом футбольном симуляторе. Виден каждый волосок на бороде отдельных игроков и каждый шик на бутсах. Создается полное ощущение присутствия на футбольном матче. Играть с друзьями в футбол на большом экране это просто здорово. Хоккей так же выглядит на все 10 из 10. Ярко белый лед и блеск освещения стадиона. Радость игроков и ликование болельщиков, когда мы забиваем меткий гол ворота противника. Это все создает классные эмоции и здорово смотрится на большом экране. Файтинги с друзьями на экране в 100 дюймов это тоже отдельный кайф. Когда у вас просто огромные бойцы, быстро и эффективно перемещаются по экрану, а сами битвы разворачиваются на красивых и детальных аренах. Это зрелище просто непередаваемое. Низкая задержка в 25 миллисекунд позволяет мне рекомендовать этот проектор всем ценителям видеоигр. Тем более, что проектор из GMI Halo Plus легко брать с собой в гости, отвезти на дачу или просто переносить из комнаты в комнату. Гибкая система автонастроек позволяет любому человеку включить проектор одной кнопкой и сразу начать просмотр. Фокус и пропорция экрана подстроит сам проектор, а специалист легко сможет смонтировать проектор на стационарное место и настроить нужные параметры, чтобы картинка была идеальнее. Встроенный звук проектора выполнен на хорошем уровне, присутствуют низкие частоты. Здесь можно только похвалить GMI за проделанную работу. Давайте пройдемся по меню проектора GMI Halo Plus и его настройка. Это стандартное ATV, как с любых смарт-телевизорах или сертифицированных TV-боксов. Разумеется, здесь есть все необходимые сертификаты для работы лицензионных приложений, такие как Кинопоиск или Нетфликс. Проектор полностью на русском языке, есть голосовой поиск на русском. Просто нажимаете кнопку на пульте, говорите, что хотите найти, и проектор просто находит то, что вам нужно. Здесь есть файл-менеджер, где можно установить новое приложение или посмотреть фильмы с внешних источников, будь то флешка или жесткий диск. Все наглядно и красиво показано по отдельным папкам. На закладке «Главное» мы видим стандартный интерфейс Smart TV с плитками, приложениями и рекомендациями. Все, как мы привыкли видеть. В разделе приложения показаны все установленные на проектор приложения. Давайте теперь по настройкам проектора. В общих, первым путом идет сеть Wi-Fi на два диапазона. 5G работает без нареканий. Далее можно войти в Google аккаунт и перенести все приложения, настройки и пароль с другого устройства в один клик. Это очень удобная функция. Кстати, можно сходить и через Яндекс.Аккаунт для работы в Кинопоиск и Яндекс.Музыки. В закладке «Приложения» можно менять все настройки и доступ для приложений. Посмотреть, какие приложения установлены и сколько они занимают ресурсов. В настройках проектора можно изменить параметры яркости, коррекции, трапеции, настроить фокус. В яркости доступно несколько вариантов. Максимальную яркость можно получить в пользовательских настройках, подключив кабель питания и выставив яркость на 10. Но тогда проектор будет слегка отдавать зеленый оттенок в некоторых сценах и, конечно же, фирменный красный оттенок от XGIMI. В настройках коррекции трапеции можно автоматизировать процесс, либо сделать все настройки вручную. Для игрового режима и просмотра в 3D эти настройки должны быть выключены и сброшены в ноль. Имейте это в виду. То есть сбрасывайте в ноль, и тогда вы сможете смотреть 3D или подключить режим низкой задержки 25 мс. По настройке фокуса можно задать фокусировку при запуске проектора, задать отслеживание при малейшем перемещении аппарата или динамическую компенсацию, когда проектор будет периодически подстраивать фокус и вы даже не заметите изменений во время просмотра. На стационарном месте просмотра эти функции можно просто отключить, а они нужны только для портативного варианта использования проектора, если вы переносите с места на место. Расположение проекции – это изменение режима проецирования. Если вы поставили проектор вверх ножками или будете проецировать на специальный экран с обратной проекцией, тогда изображение можно зеркавировать. В других у нас расположены настройки CETS по HDMI. Можно откалибровать гироскоп и проверить настройки автофокусировки. Также можно проверить настройки трапеции проектора для корректной работы автотрапеции. Настройки устройства типичны для таких видов устройств. Там можно узнать информацию о проекторе, задать дату и время, таймер отключения будет удобен, если вы любите засыпать под релаксирующие видео с ютуба. Поставил 30 минут и проектор сам выключится после того, как вы заснете. Можно сменить язык, выводы информацию и доступную клавиатуру. Отключить системные звуки. Проверить, сколько места осталось в хранилище и настроить отображение главного экрана, а также работу ассистента Google. Ниже идут настройки хромкаста. Далее мы можем настроить скринсейвер, время его появления и уход проектора в спящий режим. Также можно подключить устройство по Bluetooth, будь то Bluetooth колонка, саундбар, геймпад от игровой консоли или аэромышка. Все это без проблем подключается к проектору и корректно работает. Перейдем к тестам на примере изображения Бурош. Диагональ проекции 100 дюймов. Рассмотрим тест равномерной заливки однородным цветом по экрану. Все цвета выглядят отлично, без затемнений и искажений по углам проекции. Это особенность технологии LED-DLP. Цвета она передает очень хорошо, а яркие RGB светодиоды формируют равномерную картинку по всему полю кадров. Особенность всех LED-DLP проекторов в том, что черный здесь не такой насыщенный, как у 1LCD. Но с другой стороны, здесь передаются все детали в цветах и в тенях, и картинка выглядит сбалансированной. Девушки смотрятся отлично, кожа выглядит естественно. С резкостью тоже все в полном порядке по всему полю кадров. Картинка у проектора достаточно резкая. Для фильмов рекомендую снизить параметр контурной резкости. Для игры YouTube можно повысить параметр контурной резкости, это позволит увидеть больше мелких деталей в кадрах. Как вы можете видеть, все тестовые картинки проектор Джимми Хэйла Плюс показывает отлично. У девушек естественный цвет кожи, ветки без артефактов, фотоглазик с ресницами хорошо детализированы и все полутона переданы отлично. Оперение птички тоже видно до мельчайших деталей, а тест яркости и контраста показывает все квадратики. Домики хорошо детализированы по всему полю кадра, а полутона нашей девушки переданы отлично и не сливаются с черным цветом. Друзья, спасибо за внимание, лайк, подписка, вот это все.